Особый повод для радости появился у школьников села Бондарево Бейского района. Там торжественно открыли новую школьную столовую. Раньше и дети, и учителя питались в аварийном здании по соседству. Теперь же для всех аппетит стал действительно приятным. И благодаря в том числе финансовой помощи угольщиков. Подробности у Константина Кравцова. Шеф-повар сельской школы Ирина Юфина не без гордости демонстрирует закрома полные. Переезжали в новую столовую на каникулах, поэтому первые гости сами же работники сельской школы. Вытяжка у нас прекрасная, большая. Но оборудование еще не все, подвезут еще у нас 10-го числа остатки оборудования. Раздаточный вот стол неплохой, хороший, моечная отдельно. Два цепа у нас овощной, мясной, все отдельно разделено. Конечно, мы довольны. И самое главное, туалет у нас есть. Открытие новой столовой в Бондаревской школе – событие долгожданное и праздничное. Светлые стены, большие окна, современная кухня – это как приятный бонус к обновке. Своего пищеблока в сельской школе не было, в принципе, долгие годы. Приходилось нам через весь стадион проходить столовую. Там, конечно, здание тоже у нас очень старенькое. И вкладывать в ремонт этого здания смысла не было. Поэтому нам посчастливилось благодаря спонсорской помощи Майрыхского расреза. Слова директора школы не случайные. Угольщики оплатили половину стоимости всей реконструкции здания. На это Майрыхский выделил 1 миллион 300 тысяч рублей. Глава района уверен, именно это пример удачного сотрудничества власти и бизнеса. Наверняка пример не последний. Такое сотрудничество на сегодняшний день позволяет очень много решать вопросов наших, в первую очередь хозяйственных. Потому что, понятно, интересно у нас сегодня с бюджетом везде. И, естественно, такой промышленный на сегодняшний день, я не постесняюсь слова, гигант, наш сосед, а то, может, уже и не сосед, он очень позитивно влияет на развитие. Новая столовая в Бондаревской школе далеко не все, чем помогли угольщики Бейскому району. При их поддержке здесь строятся спортивные площадки, проводится ремонт образовательных учреждений, благоустраиваются населенные пункты. Промышленники не забывают и в буквальном смысле согревать население. В этом году разрез выделил бесплатно порядка 1800 тонн угля на отопление социальных объектов района. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.